тиранозавр один из самых больших и жестоких динозавров когда-либо существовавших на земле даже взрослый мужчина вряд ли мог бы дотянуться хотя бы до колена этого огромного ящера лишь немногие растительноядные динозавры могли дать отпор такому грозному врагу имя этого динозавра в переводе с греческого языка означает ящер тиран и она ему полностью соответствует тиранозавр был настоящей грозой древних лесов своей пастью с острыми как бритва зубами он мог хватать даже очень крупных динозавров когда тиранозавр терял зубы на их месте вырастали новые у тиранозавра самая большая сила укуса среди всех когда-либо живших наземных животных длинный тяжелый и жесткий хвост уравновешивал массивную голову голова ящера одна из самых больших среди динозавров она была длиной почти 1,5 метра глаза находились спереди головы так что тиранозавр мог зорко высматривать добычу первый частично сохранившийся скелет тиранозавра нашел американский ученый барнум браун в 1900 году он был на редкость удачливым палеонтологом и нашел еще два неполных скелета тиранозавра а также множество других окаменелостей древних ящеров за потрясающие находки товарищи даже прозвали барнума брауна мистер кости палеонтологом удалось найти более 30 скелетов тиранозавров которые отлично сохранились в земле изучив окаменелости ученые создали модели динозавра полный рост где можно как следует рассмотреть каждую косточку эти огромные конструкции помогают палеонтологом лучше представить как двигался тиранозавр и чем мог питаться стоит посмотреть на зубы тиранозавра и можно сразу сказать что ящер любил лакомиться мясом его мощные челюсти были идеально приспособлены для того чтобы намертво хватать добычу самый большой из найденных зубов достигает высоту 30 сантиметров это крупнейший из всех когда-либо найденных зубов плотоядных динозавров поскольку тиранозавр передвигался большей частью на задних ногах передние конечности у него были развиты слабо они были такими короткими что их нельзя было использовать для нападения тиранозавр даже не мог держать ими пищу потому что они попросту не доставали до рта однако несмотря на маленький размер передние конечности были довольно сильными поэтому не совсем бесполезными ученые предполагают что тиранозавр опирался на них чтобы подняться с земли после сна короткие передние конечности были с двумя когтистыми пальцами сильные ноги с тремя длинными пальцами огромные размеры тиранозавра свидетельствуют о том что у этого ящера был очень хороший аппетит поэтому он использовал любую возможность чтобы как следует покушать каждую неделю тиранозавру приходилось съедать столько мяса сколько он сам весел тиранозавр старался расправиться с добычей как можно быстрее пока ее не растащили более шустрые плотоядные ящеры динозавр наклонялся к поверженному животному отрывал куски мяса и жадно глотал практически не прожевывая пищу стоило показаться неподалеку другому крупному хищнику тиранозавр грозно рычал стараясь отпугнуть конкурента от своей добычи тиранозавр относится к сверх хищникам это значит что он мог охотиться на других животных но на самого тиранозавра никто не нападал спор о том как именно этот динозавр находил себе еду был одним из самых серьезных в истории палеонтологии одни ученые утверждали что тиранозавр был активным хищником и охотился на других крупных динозавров например царатопсов и зауроподов а другие исследователи считали что он питался в основном падали сейчас большинство палеонтологов полагают что тиранозавр мог как охотиться так и питаться падали тиранозавр самый популярный и узнаваемый динозавр на земле а все благодаря фильму режиссера стивена спилберга парк юрского периода где по сюжету он является самым свирепым и грозным хищником среди древних ящеров не хотел я рассказывать про этого динозавра сразу так как он и так знаменит но уже после стольких видеороликов на канале думаю стоило вам про него рассказать помоги также стать каналу более знаменитым подписывайся на канал ставь лайки смотри видео обсуждай комментируй не забывай про канал и тем самым ты поддержишь канал и узнаешь много интересного а также увлекательного спасибо за просмотр до новых встреч